Буквально недавно закончилась последняя неделя операции, все кто хотел задания выполнили, новых заданий не будет. Если мы вернемся на пару лет назад в операцию сломанный клык и посмотрим на рост цен на скины операции, что же мы там увидим? А нифига мы там не увидим. P250, лесная ночь, закалка. Цена на этот скин в данный момент 3 рубля. В момент операции сломанный клык, этот скин стоил также 3 рубля. Окей, 5-7 мигалка, прямо с завода. Стоимость в данный момент 1950 рублей. В момент операции 1600-1700 мы бы покрыли комиссию. Круто, хотя стоит отметить, что в моменте этот скин стоил 3000 рублей. И это самая популярная коллекция контроль, где находится АВП градиент. Кстати, цена на АВП градиент упала со 150 до 70 тысяч. Обидно как-то. Я сижу бухаю и мне вообще похуй. Зайдя в коллекцию Хаос, где находится АК-47 рентген, к сожалению, он также потерял в стоимости 10 тысяч. Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Мы увидим точно такую же картину. Все скины прошлой операции либо не двигаются, либо немного растут. Но в итоге возвращаются в свое исходное состояние. Операция Хищные воды идентична операции Сломанный Клык. Вы выполняете задание и выбираете сами себе скин, который хотите получить. Будь это наклейка, скин или же агент. Орда, вкладываться в наклейки. Всеми любимая наклейка. Боевые шрамы в данный момент стоят столько же, сколько стоило в момент операции Сломанный Клык. Таким образом, инвестиции в наклейки для меня пролетают. Также все скины и операции для меня отлетают. АВП Пустынная Гидра в данный момент стоит столько же, сколько и стоило в начале операции. Про агентов я вообще молчу. Они упали довольно-таки неплохо. Я бы вам не советовал инвестировать в операцию Хищные воды. Так как глядя на прошлую операцию Сломанный Клык, в этой операции почти все вещи показали себе очень плохо. И рисковать в этот раз, я думаю, вы особо не хотите. Лучше купите себе пару сувенирных наборов Стокгольма и ждите.